здравствуйте друзья у нас сегодня с вами новый урок новая неделя вы молодцы идем вперед сегодня наконец будем учить пять цифр это 1 2 3 4 5 казалось бы легко ничего подобного есть очень много нюансов и об этих нюансах я буду вам сегодня говорить и буду говорить дальше потому что их трудно запомнить это и орфографические нюансы по чтению и давайте начнем с первого посмотрите на слово 12 варианта и и да это артикль похож то есть когда вы говорите же а куза и же ин кузин получается у меня есть один кузон двоюродный брат и одна кузина потому что разные рода про девочку говорите именно про мальчика в гости а то есть это не какой-то это одна из функций артикли мы с вами чуть попозже их выучим но артикль неопределенный иногда может обозначать совершенно конкретные вещи просто в количестве одного так вот а и на один одна д посмотрите пожалуйста как произношу д расслабление идет не то что вы прям напрягаетесь и все прям произносите вот такие все да не так не должно быть расслабляемся и вниз губы опускаем вот такая небольшая вот не трубочка на округление у нас это закрытая и потому что открытую мы с вами закрытую тоже уже выделили например слове миссию томат 1 открытая 2 закрытая и нужно очень хорошо оппозицию делать вот это закрытый д икс на конце не читается дальше тро а с на конце не читается дальше кятр ку дает один звук к на и вообще не обращайте внимание они вообще в французском языке часто в паре встречаются и не покидает ка часто не всегда и вообще не читается так что запомните это и ка немножко мягко не ка тро а ка тро и так как тр на конце тоже немножко начинает читать то что уж много согласных и вот тут необходима какая-то такая разгрузка ка тро ка тро при условии что у французов всегда округлен рот они как будто бы действительно всегда в конце слов читают и и вот ка тро губы округляем получается само по себе конечно же когда дальше будет что-то еще это и не будет читаться зачастую посмотрим с вами слова примеры и санкер там э носовое э санкер и кю на конце одна одинешенька запоминаем эти слова учим как они пишутся потому что запомните как числительные пишутся и дальше в некоторых словах вам будет легче потому что числительные сложно пишутся и давайте еще раз прочтем все 1 1 2 3 4 5 вытягиваем посмотрим на примеры которые я вам подобрала 1 ресторан francez открываем ротна 1 1 1 ресторан francez эклижит 1 ресторан francez 1 francezki restauran например je connais un restaurant français я знаю один французский ресторан не какой-то, а просто предлагаю тебе пойти и этот ресторан классный дальше une femme normale одну нормальную женщину une femme normale то есть смотрите первое в франце существительное ресторан мужского рода единственного числа и франце существительное мужского рода единственного числа нормаль существительное женского рода и поэтому нормаль это женский род по чуть-чуть запоминаем дальше тут все во множественном числе поэтому у банк ставим с и у отречена у предлагательного женского рода множественного числа ставим с на конце не читается это с но мы по 2 понимаем, что это множественное число два австрийских банка дальше то же самое с trois garages jaunes с тремя желтыми гаражами у jaunes тоже s множественное число ставится trois garages jaunes и четыре лампы розы четыре розовые лампы четыре лампы розы и пять leçons de français пять уроков французского мы с вами это видели это уже не предлагательное как существительное предмета французского давайте все прочтем и смотрите немножко с вами повторили образование женского рода у большинства слов женский род образуется с прибавлением e на конце ну как большинство слов то туристка турист там не считается а вот у прилагательных да мы говорим с вами вот то есть francais francaise normale без e нормаль с e на конце то есть мы пока про прилагательное будем говорить voilà и s прибавляется у большинства опять есть другое образование множественного числа но у большинства слов множественное число образуется с помощью s вот было у нас один гараж ин гараж а трой гараж с s на конце и voilà видите свои нюансы тоже есть учите пожалуйста как произносят эти слова учитывайте то что было в последних уроках на прошлой неделе какие я делала небольшие замечания и орфография здесь очень важно следующий урок будет достаточно сложный там будут цифры от 6 до 10 и очень много нюансов voilà а венту яpelled это от и лет там замка второй ну а 시다 ate ту нет его у и нет uft